МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Музыка для шпионов. Путь к успеху британского композитора Монти Нормана. В связи с напряженной ситуацией на юге Израиля, командование Цахала объявило ограниченную мобилизацию резервистов. Всего планируется призвать около ста человек. Речь прежде всего идет о врачах и парамедиках, а также других специальностях по оказанию неотложной помощи в случае массированных обстрелов. В то же время армия обороны Израиля впервые открыла все должности для солдат Харидим. Теперь они смогут идти в престижные военные подразделения. А для повышения комфорта службы вертолеты, прослужившие более 20 лет, начали оснащать системами кондиционирования воздуха. Напомню, что с 1 августа на приграничных территориях Израиля действует особый режим. Закрыты транспортные магистрали на юге страны, нет поездов между Ашкелоном и Несивотом. Цахал призвал граждан в граничных с газой районах проявлять бдительность. В армии особенно опасаются минометного, ракетного и снайперского обстрелов. После осенних праздников в Израиле подражают жевательная резинка и конфеты. Компания Mars Rigley повышает цены на самую популярную свою продукцию. Шоколадные батончики Snickers, Mars Twix, Bounty, конфеты M&M's и Skittles, а также жвачки Orbit Airways. Это связано с ростом стоимости производства и логистики. Однако подражание вступит в силу только при условии, что торговые сети его одобрят и что оно не будет заблокировано эффективным потребительским протестом. В последнее время из-за дефицита похожих товаров фирмы Strauss Elite продажи компании Mars Rigley увеличились. Однако на любви к сладкому можно не только сэкономить, но и заработать. Кондитерская компания Candy Fan House ищет главного дегустатора сладости, предлагая зарплату 78 тысяч долларов в год. Примечательно, что работать можно удаленно из любой точки планеты. Основные требования к кандидату – возраст от 5 лет с разрешения родителей, безграничная любовь к сладостям, отсутствие пищевой аллергии и умение свободно изъясняться по-английски. Резюме принимается до 31 августа. По словам гендиректора компании Джамали Хиджази, уже поступило несколько тысяч заявок, в том числе из Израиля, от семьи, члены которой готовы работать все вместе за одну зарплату. В общину Бнай Вейл в Вейле, штат Колорадо, внесли восстановленную редкую еменскую 300-летнюю тору. Она написана на оленей кожи, в отличие от традиционной телячей или коровью, редким шрифтом Маймонида, типичным для испанских и африканских евреев. Каждая из более 300 тысяч букв, необходимых для составления торы, была изучена и исправлена раввином Джоэлом Ньюманом из Бнай Вейл в течение прошлого года. Он добавил новые ролики и отремонтировал несколько кусков оленей шкуры. На станции московского метро «Воробьевы горы» открылась выставка, приуроченная к десятилетию Еврейского музея и Центра толерантности. В колбах в витринах представлены сразу два проекта, «Чувство дома», в которые вошли работы 12 фотографов, отразивших историю отношений людей разных культур к своей обители, и «Разгуляй, прощание», в экспозиции которого расположили 50 произведений художника Семена Файбисовича. Большая часть из них посвящена Новой Москве и России в целом. Выездная выставка в метрополитене будет открыта до 22 августа. Главная музыкальная тема фильмов об агенте Джеймсе Бонди по своей славе превосходит и сами киноленты, и автора книг об этом герое. А создал ее Монти Норман, британский композитор, до этого писавший преимущественно мюзиклы. Этим летом его не стало. О главной удаче его жизни расскажет Наталья Кравченко. Монти Норман ехал на Ямайку со съемочной группой «Хорошо провести время» и не знал, что эта поездка сделает из него мировую звезду. Это было решающим фактором для меня. Я не был уверен, будет ли успех у фильма от Джеймсе Бонди, или он провалится. Но, по крайней мере, у нас будет солнце, море и песок, думал я. На написание заглавной темы Бондианы Нормана вдохновили индийские инструменты. За основу мелодии композитор взял материал, написанный им для мюзикла «Дом для мистера Бисваса» по книге писателя Ведиатхара Найпола. Саундтрек фильма про агента 007 есть в репертуаре Джонатана Мэйра, играющего на ситаре, струнном инструменте, предназначенном для исполнения индийской классической музыки. Монти Норман написал эту мелодию, и она покорила мир. Ну и как вам это? Я испытываю гордость. Именно гордость. Этой мелодии уже 50 лет, и я счастлив, что я все еще здесь. Будущий музыкант родился в 1928 году в Лондоне. Музыкальную карьеру начинал в качестве исполнителя, выступал в составе музыкальных групп, пел в развлекательных шоу. В 1950-е годы Норман начал карьеру композитора, участвовал в создании мюзиклов «Нежная Ирма» и «Сделай мне предложение». Тогда он и привлек внимание продюсера Альберта Брокколи, а тот уже пригласил Нормана в команду «Бондианы». В последующие годы британец написал саундтреки к нескольким кинолентам, но его имя до сих пор связывают в первую очередь именно с Бондом. И не зря эта мелодия всю жизнь приносила ему доход и настолько полюбилась и зрителям, и коллегам, что каверы на нее сделали около 70 музыкантов. Альберта Брокколи Это все новости еврейской жизни на сегодня. Все больше русскоязычных зрителей из разных уголков мира выбирают первый еврейский. Если вам тоже нравятся наши видео, присоединяйтесь, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Чтобы не пропустить новые выпуски, жмите на колокольчик и оставляйте комментарии под видео. Нам важно ваше мнение. Всего доброго и до встречи.